человеку положено так бог установил у женщины нет бороды у мужчины есть они под каблучники бреются откуда 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 вчера был там и сегодня надо вы хотите узнать где барнаул алтайский край ну это не так и далеко но далековато конечно мы пришли тут возвестить людям весь благую о христе что христос умер за грехи людей люди беззаконищают творят беззаконие прелюбодеяние разврат всякий вот мы принесли сюда эту возможность чтобы люди услышали устрашились и отступили слава тебе господи слава тебе хоть лежащий но все равно одетый мужик это уже немаловажно половина раздетой валяются выбросшие мужики около дороги никому ну вот что такое а тут мужик лежит на постели дома все таки да слава тебе господи слава тебе мы прославляем бога за дивные дела его что жизнь наша продляется тут много беззакония мы пришли людям устрашить их что суть божий будет за все да конечно у нас главная книга вот бог свидетель что мы хотели доброе дело сделать во имя христа если у вас вопросы есть какие духовные то можете задать все ясно да мы говорим богу господи пошли добрых проповедников христианам язычникам иудеям мусульманам буддистам чтобы всем возвестить о любви божией что бог отдал сына своего единородного за грехи людей вам далеко микрофон плохо слышно голос очень тихий вы что-то спросили прячут это преступники только а честному человеку зачем прятать он желает видеть у него паспорт есть а там не закрыто все открыто и на суд боже предстанем открыто будет то так люди как маленькие ребятишки тешатся вроде закрылся никто не узнает темноте грех творит вы не заболели еще нет на работе мы пришли людям возвестить радостную весть благовестия что христос умер за грехи людей и дарует прощение верующим в него да мы благодарим бога что он нам открылся и свидетельствуем во имя его батюшка брат у меня священник а я чтец сейчас вот сегодня будет считаться вечером канона андрея критского один раз в году полностью в один день самое продолжительное богослужение будет много земных поклонов примера 10 а это в каком городе город барнаул алтайский край игнатий лапкин я про сам с ульяновска мы пришли сюда чтобы людям рассказать эту вещь чтобы они не грешили потому что здесь много беззаконие голые безобразничают скверно словят у вас в доме то есть эта книга это главная книга жизни вы хотите знать для чего человек создан богом на земле не хотите знать а как же тогда можно как можно тогда жить если цели жизни нет зачем то я не знаю давай знаешь да у вас церковь церковь православная есть там у вас и вы стараетесь вот эту книгу достать она благословит ваш дом она направит вас по правильному пути господу иисусу христу который умер за наши грехи умер воскрес для нашего оправдания и веруя в него мы получаем жизнь вечную а что тут люди вот делают нераскаянные грешники они будут гореть в аду в огне с сатаной вместе там будет плащ искрежет зубов надо жить для бога жить чисто ибо господь говорит будьте святы как я свят чтобы слушаться родители если они верующие хорошо да ты что-то хотел еще бы узнать не знаю можно что-нибудь а когда в церкви был последний раз не помню не помнишь а церковь далеко от вашего дома далеко далеко но если далеко то надо дома молиться молитва слов надо достать у вас иконы то есть в доме а у вас там в церкви не идут уроки закона божьего для детей да а ходил на эти занятия что на эти занятия ходил изучать слово божие нет нет я не знаю какие причины надо чтобы родители были согласны потому что человек неверующий он творит злые дела и не знает что делает а верующий ожидает суда божий и бережет себя ты никому в дом не заходи скорее иди домой с дурными товарищами не знайся не ругаться не курить не учись у них я знаю ну да сиди дома занимайся что родители скажут делай благословись когда пойдешь хорошо ну во славу божию до свидания это люди горят пьют все время раздраженная похотью блуда хотя внутри огонь пылает а ты чё нет священник что ли для вас да только не ругайтесь а для кого нет а для кого нет говорит молодец для овеса для отца и сам овса грехи снимаешь а их снимать не надо вам нужно отречься от всего уверовать во христа и жить по божьим заповедям чтобы у вас вот эта книга вошла в разум и в сердце да другого имени нет под небом кроме имени Иисуса Христа который можно спастись он умер за наши грехи и может прощать пехолок что ли пехолок что ли молодец ты мозгоправ что ли вам все известно о душе своей где она будет если сегодня вы умрете где вы будете только не ругайтесь дома буду а душа дома тоже наверное а душа не дома если человек не верил в бога его бесы демоны понесут в ад и там он будет гореть за блуд за наркотики за всякую беду я не наркоман дед я католик католик ну хорошо католик так это замечательно просто а чушь ты католик борду-то бреешь зачем не брея ну как зачем ну да зачем даже мусульмане бреют бороду мусульмане бороду не бреют они только усы бреют они бороду бреют ну может быть и бреют какие то но большинстве мусульмане не бреют бороду у них за это наказывают бородой в Грозном представляешь сам глава сеченской республики с бородой а другие бритые Ну, а то уже ослабели в вере-то. Нам про них что говорить? Мы христиане должны знать. Бог так сотворил человека, и противиться не надо. А сегодня бритый папа римский бритый. Ну, 80 лет и бритый с каблицы. Зачем это нужно? Нет, ну мне в 30 лет с бородой ходить как-то неудобно. Неудобно. А бритому удобно под каблучник. И не страшно. Что нет-то? Борода это власть над женщиной. Она сразу видит, что ты скала, за тебя можно спрятаться. А это налево-направо, это... Говорит даже нельзя назвать. Содомит. Мужеложник, гей, как называют. Нет, нет, дед. Это вторая мама, вторая мама. Они живут номер один, номер два. А здесь мужчина. Она за мужем, за мужем, за мужем, за, сзади. И она знает. Я не живу. А? Вот если вы войдете на наш ютуб или на сайт, вы там увидите многое. Называется «Во свете Библии». Понятно, дед. Обязательно будет. А не зайдете. Если зайдете на сайт «Во свете Библии», там и книга есть у меня. Этим католикам посвящено три большие статьи. Называется «Фатимская трагедия или надежда». Обязательно посмотрю. Но вы забудете, сейчас я уйду, и вы не найдете. Меня звать Игнатий Лапкин. Там подставить надо. Во свете Библии Игнатий Лапкин. И тогда вы зайдете в ютубе, а потом поставьте слово «сайт». И сразу это в гугле можно найти. Не что пьете, а почему все пьют из баночки, кто... Вы не знаете, почему так много пьют люди. Притом, можно в это время пока разговаривать, не пить. Пьют. Я им говорю, это огонь, блуда горит в человеке, и вы заливаете. Вот ответ какой. Почему? Да потому. И почему? Человек же нуждается в воде. Да никто не нуждается столько. Я перед тысячами людей на стадионе стою, два часа и не пью. Почему ты пить должен? Это неприлично. Я пока разговаривать буду. Я вас не упрекаю. Я просто говорю. Здесь 99% или пьют, или едят. Да разве на людях это нельзя, это неприлично. Они раздеты до половины, мужики. А? 90% в другую очередь. А вы говорите, 99% пьют или едят. Я говорю, пьют, которые возят, что-то пьют. Здесь процентов 80 католики. Примерно 50% раздетые. Мужики до пояса или голову спрячут. Вот так видать, а головы не видать. Вот эта роль, это щад рулетка. А вы откуда будете? Откуда? Какого? Неоткуда, где вчера был, там и сегодня. Да? Да. Вы спросить хотели, где нахожусь? Ну, в каком городе? Вот так и спрашивайте, а неоткуда. Откуда-то надо выехать куда-то. Это город Барнаул, Алтайский край, Игнатий Лапкин. Ну, я основной блогер, наверное, да, какой-то? Я православный христианин. Проповедник и миссионер. Ну, это же не мешает быть вам блогером и проповедовать в интернете? Да. Я тут и проповедую. У нас большой YouTube. 14 700 роликов. Ничего себе. А сколько подписчиков? 34 тысячи. Просмотров 33 миллиона. Нормально. Как вас найти еще? Игнатий Лапкин. Да. И если в YouTube, во свете Библии. Вот свет. Вот эта вот Библия. В ее свете. Во свете Библии. Послушаю вас, интересно. Да, вы найдете сразу. По скайпу легко найти. Игнатий Лапкин. Зарядите и сразу откроется. Во славу Божию. Давайте вам. Удачи. Храни Господь вас. До свидания. И вас. Добрый день, маленький мой. А как ты? Ты не забыл? А? Не забыл, как мы встречались? Ну да, я помню. Общаю на телефон. Да. Ну, что сказать-то. Слава Богу. Сейчас у нас три недели остается неполных. До Пасхи Христовой. Это у тебя что там? Хомячок какой-то? Товарская свинка. О, какой пузатый-то, а. А я тебе показывал своих голубей, нет? Да, показывали, по-моему. Голубей не помнишь? Вот он сидит рядом у меня. Ну-ка, давай сюда. Ну-ка, давай. Красивый. А какой гребешок-то у него? Угу. Он же мноюшался. Да ладно, ладно, ладно. Ой, какой хорошенький мой. Ну. Так. Если ты по скайпу пришел бы с родителями, может, какие-то вопросы поговорили бы. Да нет. А ты мне говорил, как тебя звать или нет? Всеволод. Не понял. Всеволод. Всеволод. Господи, помилуй Всеволода, дай ему добрый разум, послушание родителям верующим, чтобы тебя никто не трогал пальцем даже. Да сохрани тебя, Господь, дорогой. Ну, все тогда. Если вопросов нет, я отхожу. Угу. До свидания. До свидания.